РАДИО БОЛТКОМ 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 должен будет взнести учащийся, это начиная с 12 евро до 156 евро. Это тоже все зависит от длины программы. Есть у нас еще такие программы, как курсы из программы высшего образования. И таких программ тоже является довольно много. И там часов, начиная с 40 до 240 часов. И там тоже взнос с 18 до 108 евро. Те, которые учащиеся малообеспеченные в таком статусе, они вообще освобождены от этого взноса. И у них программы получается учеба вообще бесплатна. Так что выбор очень большой. в 10 отраслях 800 программ можно найти на сайте МАТ-ИБСПАУШМ-ЛВН. Давайте пробежимся как раз по отраслям. Я открыл эту страницу. Там и строительство, и производство, и IT, энергетика, и так далее. Как отбирались эти сферы? Эти сферы отбирались у нас есть отделение, которое работает и анализирует разные даты, смотрит, что сейчас востребовано на рынке труда, какие вакансии, какие профессии нуждаются. И так составляется каждый набор и утверждается советом, где участвуют и разные министерства, и работодатели, и вот по таким данным мы составляем каждый этап. Мы анализируем рынок труда, смотрим, какая сейчас ситуация, какие востребованные профессии, смотрим, какие сейчас навыки нужны в каждой отрасли и так продвигаемся. Это ориентировано на то, чтобы получить новую профессию или можно например получить какие-то новые знания, повысить свою квалификацию уже, если я хочу просто в своей профессии улучшить свои навыки. Да, если вы хотите уже повысить свои навыки, тогда вы можете выбрать те программы, которые покороче, например, программы профессионального развития, и как я уже сказала, эти программы довольно много в этом этапе, в этом туре, более чем 400 программ как раз с таким направлением, чтобы повысить свои квалификации и получить новые компетенции уже в своей профессии. Эти программы относятся к именно работающим. Вообще, какие критерии для того, чтобы подать заявку? Человек должен быть старше 25 лет, трудоустроен. Что еще? Подать заявку могут работающие и самозанятые лица в возрасте от 25 лет. С незаконченным образованием или законченным, надо смотреть в каждой программе, там указано, какое должно быть предыдущее образование, а также заявку могут подать работники микропредприятий, родители, которые находятся в декретном отпуске и работающие пенсионеры. Если человек работает, не помешает ли его работе обучение, в какое время происходят занятия? Учебные заведения планируют учебу или по вечерам, или по выходным дням, потому что всем понятно, что для работающих надо им помочь найти это время, чтобы они могли учиться. И те программы, где можно получить профессию, они довольно длинные, это более чем год должен учащийся учиться. В этих программах еще есть практика, квалификационная практика, где учащиеся проходят эту практику у работодателя, так что совместить работу с учебой это довольно трудно. Но мы видим, что интерес очень большой. Уже по всем предыдущим турам, если мы смотрим, то более чем 60 тысяч уже учатся, и из них уже более чем 45 тысяч закончили учебу. Так что интерес очень большой, и те уже, которые закончили, те нам пишут и интересуются, когда будет следующий тур, и можно будет подать заявку. С этим я хочу сказать, что в течение всего проекта каждый может учиться и закончить программы два раза. Так что если кто-то уже использовал один раз, то сейчас тоже можно подать заявку, выбрать программу и учиться. Так что такая возможность тоже есть. Вот тут как раз пришел вопрос, я уже два раза участвовал в программе, можно ли в третий раз? Нет, третий раз невозможно, так что к сожалению. А жаль. Еще один вопрос пришел, есть ли программирование в этом списке, наверное, самое востребованное тоже сейчас. Ну вообще IT там широко представлено на самом деле. Да, есть такие программы и вообще эти программы, которые связаны с этой отраслью и все, которые, вот, например, повышение разных дигитальных компетенций, они очень востребованы. Если мы смотрим уже по всем предыдущим турам, то более чем 30 тысяч учащихся как раз выбрали такие программы, которые связаны с этой отраслью, с дигитальными компетенциями. Ну, насколько мне известно, я вот сейчас тоже в параллельном беседе пытаюсь найти точно, но там и программирование, и создание интернет-сайтов, и каких-то даже приложений написания программы, ну, то есть достаточно углубленное изучение. Ну, помимо всяких офисных комплектов, которые тоже не до конца знают, Word, Excel и так далее, есть же поверхностный уровень, а есть прям глубокий, который нужен для бухгалтерии, например. Вот это тоже в этих программах есть, просто нужно покопаться на сайте либо МАЦБСПОГУШМЛВ, либо, сколько там, 60-63 учебных заведения, которые реализуют эти программы, на их страницах тоже достаточно подробная информация есть, что, где, когда, и удаленно, на каком языке и так далее. А вот кому все-таки в первую очередь адресована вся эта программа? Просто, наверное, у вас есть уже статистика, какие люди приходят на эти программы? Те, у кого уже есть работа, те, кто хочет поменять работу, те, кто хочет, может быть, сделать карьеру и улучшить свои навыки? Да, если мы смотрим по статистике, то в общем числе женщины активнее, 63% из всех учащихся как раз женщины. И если мы смотрим по возрастным критериям, то самые активные это учащиеся в возрасте с 25 до 44 лет, это 71%. Но нас радует и то, что те, которые уже выше 50 лет, тоже активно выбирают разные программы или для новой профессии, или для повышения компетенции. Конечно, те, у которых уже есть какое-то образование и высшее образование, они активнее, они знают, что они хотят, что им не хватает, какие навыки нужно освоить, но программы предусмотрены и для тех, у которых образование в контексте проекта является низким. это законченное или незаконченное начальное или среднее образование. Вот как раз для таких учащихся предлагаются вот эти программы, где можно получить профессию, чтобы устроиться в трудовой рынок или, может быть, как-то вырваться из такого уровня, где человек работает малоквалификационную работу и получает низкую зарплату. Напомню, мы беседуем с директором Департамента образования взрослых Госагентства развития образования Еленой Пурмала-Баумана и речь идет о том, что началась запись в конце января и продлится до конца февраля на очередной тур образовательных программ для взрослых, которые софинансируются Европейским Союзом и Латвийским государственным бюджетом. Скажите, пожалуйста, госпожа Пурмала-Баумана, есть ли какое-то ограничение, то есть можно ли опоздать на эти программы или ограничений нет, учитывая, что основное количество учебных часов проходит удаленно, видимо, по Zoom или как-то еще, и, в принципе, безразмерные эти группы? Ну, надо смотреть, в каждой программе указано, как она будет происходить. Есть программы, которые можно реализовать отдаленно, как вы говорите, или в Zoom, или на другом сайте, но есть программы, например, где учащиеся учатся какую-то новую профессию, там, конечно, отдаленно, например, невозможно учиться, так что там надо смотреть, в каждой программе указано, как будет происходить учеба. Те учебные заведения, которые получают очень много заявок, они обычно стараются комплектовать больше группы. В каждой группе 25 учащихся, чтобы эта учеба могла происходить квалитативно, и поэтому учебные заведения планируют и комплектируют групп побольше, и им дается довольно такое, ну, время, 2-3 месяца, когда они могут комплектовать группы, и постепенно уже начать учебу. Одни начали, следующие еще ждут. С каждым учащимся учебное заведение согласовывает то время, когда ему лучше начать, и в каких днях, или по вечерам, или по выходным. Это вся работа учебных заведений, вот коммуникация с каждым учащимся, который подал заявку. Еще тут пришли вопросы, есть ли верхнее ограничение по возрасту? спрашивают. Нет, верхнего нет, есть только нижнее, начиная с 25 лет, и верхней такой ступени нет, как я уже говорила, могут и подать заявку работающие пенсионеры. Тут сразу тоже еще один вопрос, если человек записался на курсы, а пока вот он на этих курсах учится, потерял работу, вот его отстранят от обучения? Нет, его не отстранят, потому что мы проверяем только, работает ли человек в тот момент, в тот день, в тот час, когда он подает заявку. А что происходит по окончании? Нужно ли сдавать экзамен, получают ли какой-то диплом учащиеся? Да, это зависит уже от вида программы. Если человек учится профессию, тогда, конечно, это экзамен, квалификационный экзамен, и в конце получается диплом государством признанный диплом, потому что учебное заведение аккредитировано, и учащийся получает диплом об основании от профессии. И также в остальных программах тоже получают или сертификат, или разные удостоверения, которые вот как раз предусмотрены для каждого вида программы. и хочу добавить, да, что учебные заведения все эти программы лицензировали и получили аккредитацию, так что в конце получают государством признанный документ. Тут, наверное, прослушал слушатель, на какое количество учащихся рассчитаны курсы? Ну, еще раз, наверное, просто повторить надо поэтому. Да, ну, если мы смотрим, например, по предыдущим турам, то в шестом туре нам заявки подали, ну, примерно 20 тысяч, да, учащихся, и, ну, более чем 10 тысяч начали учебу, и учебные заведения стараются всех принять, никого не оставить за линией, так что комплектируя группы, как я уже сказала, есть возможность, что учебное заведение комплектирует больше групп, смотря уже по подаче заявок. Ну, что же, у нас еще есть несколько минут, если кто-то хочет, может быть, задать вопросы по телефону 67212 93 67213 93 9 самые, может быть, ну, востребованные, самые популярные, куда больше всего люди хотят Ну, как я уже сказала, это самые-самые программы, которые востребованы, это программы как раз по информационным технологиям, более чем 29 тысяч уже учатся в таких программах, а также востребованные программы транспорт и логистика, такая отрасль, строительство, бизнес, финансы, бухгалтерия и администрирование, ну, это самые востребованные отрасли. Но еще хочу добавить, что если учащиеся как бы нервничает, смогут ли они попасть в конкретную программу, учиться, то подать заявку одновременно можно на две программы, если в одной, например, ну, по каким-то данным учащийся не сможет учиться, или не подойдет время, или не подойдет, ну, или, ну, места не хватит, то есть возможность, что у него еще в резерве остается вторая программа. Но выбрать, если уже в конце, когда начинается учеба, есть возможность или в одной, или в другой учиться, можно будет только в одной программе. А заявку подать можно на две программы. Здравствуйте. Доброе утро. Говорите, пожалуйста. Я говорю, доброе утро. Какой вопрос. Все программы обучения в милотекском языке, а что делать человеку в возрасте, который недостаточно хорошо это неплохо все ему делать. Спасибо за вопрос. Да, программы действительно на государственном языке происходят, как я уже сказала, они лицензированы, аккредитированы и поскольку это бюджет государства и Евросоюза, мы должны работать по законам и программы происходят на государственном языке. Я думаю, если есть какое-то начальное знание и навык, то, в общем-то, всегда можно найти способ и договориться, и как-то пойдут на встречу, и помогут, и что-то переведут. Кстати, по поводу пойдут на встречу, тут спрашивает слушатель, такой пришел вопрос, оплата взимается сразу вся или можно частями? Может быть, для кого-то даже вот эта сумма 116 евро будет достаточно большая. поскольку эту сумму надо уже платить учебному заведению, заключая учебный договор, тогда каждый учащийся может с учебным заведением решать этот вопрос. Прекрасно, прекрасно. Огромное спасибо за рассказ. Мы благодарим директора Департамента образования взрослых Госагентства развития образования Элину Пурмала-Баумана. Речь шла об очередном туре. Идет запись на образовательные программы для взрослых, которые софинансируются на 95% Евросоюзом и государством. 63 учебных заведения участвуют в этой программе, более 400 программ профессионального развития. Подробная информация на интернет-странице masibaspeogushem.lv Но этот сайт, конечно же, будет ссылка опубликована на MixNews.lv в публикации, посвященной этой беседе. Текстовая версия появится через некоторое время со всеми подробностями. Огромное спасибо господину Пурмала-Баумана. Хорошего дня. Всего доброго. У нас с Олегом пауза, после чего мы снова поговорим об обучении, но уже конкретно об автошколе пойдет речь. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова